Презентация, собственно, свидетельствует к тому, что мы запустили линейку премиальных маночков. Линейку назвали вот так вот незатейливо Гоман. Соответственно, они у нас... Есть и утины, есть и гусины. Я вот так вот поставлю, а потом выходит. Соответственно, чем маночки интересны? Здесь сейчас стоят манки утка. Осталось стабилизированное древесине. В маночках используются вставочки тонового узла из акрила, либо из горлинга. То есть тоже очень плотный, очень звонкий материал. А по качеству он как? Ну, у нас насчет акрила вообще фетиш какой-то. Поэтому и используем. А ну, смотрите. Хороший плотный материал, сломать практически невозможно, если только цели, наверное, все специальные не поставить. Ну, целенаправленно. Да. То есть все достаточно надежно. То есть играть нечем. В этом манке стабилизированной древесиной лично мне нравится чем? Древесина пропитывается теми же группами смол, собственно, что и сам акрил. Только акрил это в голом виде пластик, а здесь мы получаем фактуру древесины. Но с теми же свойствами. То есть он такой же плотный, он такой же звонкий. Он также обрабатывается по-свойствам, как тот же самый акрил. Ну и, собственно, очень хорошо принимается одна часть, другая. Ну, суть даже не в этом. Манок дает возможность работать в очень широком диапазоне. Разной канальности, да? Вообще. И по озвучанию как бы громче, тишина. И при этом я могу работать тут вообще как бы у себя под ногами. То есть он дает возможность совсем тихо управляемый на звук. И насколько можно давить его сильно. То есть заткнуть этот Манок у нас не получилось. То есть даже люди, которые, спортсмены с хорошими легкими, их тестировали. То есть Манок не затыкается. Это громкие хайкулы, это такие более спортивные сигналы. Ну, я просто больше сейчас о возможности к Манка говорю. Соответственно, это у нас линейка из стабилки. А это будет продолжать такая же утиная линейка из Тика. Сейчас я показываю гусиный Манок. Просто Тика здесь не осталось. И будет линейка из пластика. Тоже не покажу пока. Это мы увидим на следующей выставке. Но она у нас уже будет, там, условно, в неделю-две. Ну, это, наверное, когда... Или вот Питер не поедет. Питер поедет. Вот в Питере, наверное, скорее всего. Тика точно будет. Акриловая гусь будет. Ну, то есть расширится линейка. Сейчас просто процесс сборки идет. Сборки настройки. Показывается, как забрать-забрать манок. Зерияные манки будут из Тика. Почему выбрали Тика? Древесина интересна как раз насыщенностью каучуковых масел. И сама древесина по себе очень интересна тем, что она менее всего восприимчива к влаге. Менее всего зависима от влаги и играет от нее. Это 500 рублей. При этом, я сейчас уже про гусиное маночко рассказываю. При этом, втоновый узел вставляется через втулку. Через пластиковую втулку, которая жестко скрепляется уже в теле древесины. А древесина туда-сюда, как бы, из-за этого меньше извоз. Здесь вариант вообще разбухания, рассыкания из ключов. Древесина сама обрабатывается при этом маслом. Пропитывается масло, натирается. Вставочка с кулачком и ее жестко склеивается. Тоновый узел крепится непосредственно уже в ошельку. Ну, то есть, в принципе, здесь ничего нас не может зависеть от атмосферных красотиков, от влаги и так далее. Это тысяча. У меня уже два лепестка. Это то же самое, что вот этот, только в лепестковом карбонаде. Мне гусиный манок нравится тем, что... Вообще, вот лёгкая отдача воздуха, манок уже начинает играть. Зелёный-оранжевый. И при этом он очень, тоже, широким диапазоном голоса, он насыщенный голос. Можно работать и короткой дистанцией, и громкий призыв, и всё одним пунктом. Вот, немножко. Все эти маночки делаются вручную. Мы работаем с Сергеем Кубышкиным. На форме, что он известен, как Акустик МС-5. Вот, как раз этот человек готовит это вручную, настраивает серийную пить маночки. Да. А вот скажите, здесь форма немножко другая, выходной вот этой крупки. Оно повлияет на что-то? Ну, это, скажем так, наш ступой. Я видел его манки, и он делает вот пельянные. Да? Да. Как из дерева полностью сам. Ну, скажем так, другие материалы. Здесь тоже и гусины и утины. Да, да. Ну, у него хороший опыт, собственно... Музыкальный образователь. У него есть страничка ВКонтакте, где можно заказать это всё. Да. У меня друг заказывал и гусины и утины. Вот на днях пришёл утины, манок. Ну, да. Сергей мастер с хорошим опытом, с хорошим навыком, который мы используем как раз в этом совместном проекте. Грубо говоря, мы предлагаем определённый... Мы используем те материалы, с которыми работает он, и предлагаем те материалы, которые нравятся нам. Стабилка и акрил. Акрил появится. Я смотрю, тут выход потоньше, да, сейчас? Ну, как бы диаметр. Да. Чем я хочу. Да, да. Ну, это вообще другая модель. То есть мы её, как сказать... До этого в линейке Манкова мы эти наработки просто не использовали. Один красный. То есть здесь всё своё, всё другое. То есть принципиально то же самое, та же самая работа. Манни мутку. Но конструктивно Манок отличается, и отличается хорошо. То есть я бы эти Маночки рекомендовал людям, которые имеют навык. Либо хотят, и стремятся научиться, и получить хорошую, красивую игру. То есть эти Манки как раз даёт возможность уже играть. Если на Манкове мы маним, и они дают возможность получить необходимый сигнал, охотничий сигнал, чтобы получить хороший, качественный Манков. То есть здесь это уже вот прям вот, ну, следующий этап. Плотное дерево. Здесь несколько промежуточных этих самых обработок и уже четыре покрытия влаком. Ну, то есть очень такое трудоёмкое занятие, просто чтобы подготовить стартовый материал к работе дальше. А дальше уже работа руками, соответственно. Ну, вот да, люди, которые сейчас будут приходить, допустим, брать Манки на весну. Слушай, на весну, опять же, для большинства обывателей, учитывая средний статистический опыт обывателя, ну, такой, на мой взгляд, взвешенный выбор – это двухлепестковая утка. Не важно, пластиковая или подеревянная. Мне нравятся в дереве, а у неё немножко, на мой взгляд, по-живее, что ли, голос, по-насыщеннее, по-бор... Ну, то есть, так, субъективно. То есть, на мой взгляд, двухлепестковый Манок – это в любом случае, ну, некий ориентир, которому надо прийти, научиться им пользоваться, и тогда у тебя хорошие возможности. Потому как этот Маночек на охоте можно использовать. Квачки, осадки и так далее. То есть, вот то, о чём мы, с чего разговор начали, и говорю, здесь всё-таки нужен навык. Человек должен хорошо понимать, что можно с Манком сделать, потому что, я говорю, возможности у него очень большие. Жалко, если они не раскроются. Доработать, да. То есть, помимо красоты, это просто ещё и очень классно. 100 рублей. Это хороший уровень Манок. То есть, не потому что это мы сделали, это просто хороший уровень Манок. Его можно, ну, как сказать, не стесняясь. Могу сейчас. На те же соревнования, если бы по ним были сейчас, я бы с удовольствием поставил их в линейке. Всё у нас тоже самое. Пускают тестер, пускают нас, револючат. То есть, я думаю, там уже будет соревноваться больше людей. Колеры. В принципе, все это. Да. Да. Такого пластикового. Пропитано. Спасибо вам. И, соответственно, потом пролачено. В Питере увидимся.